В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте! Прием заявлений на оформление биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу в Одессе начнется 12 января. Об этом нам сообщил заместитель начальника государственной миграционной службы в Одесской области Сергей Еворский. По его словам, на данный момент все оборудование проходит тестовое обслуживание и через неделю будет готово для приема документов. Это будут загранпаспорта нового формата с бесконтактным электронным носителем. Идентификаторами личности, помимо имени, даты и месторождения, станут закодированные отпечатки пальцев. Но это не значит, что в 2015-м сразу надо менять свой старый документ на этот новый. Если у вас все-таки есть необходимость в оформлении биометрического паспорта, то документы нужно нести только в одно место – на Преображенскую 44. На первом этапе в январе это единственное место приема. Потом же оборудование обещают поставить в каждом районе города и области. Срок изготовления биометрического паспорта – 7,20 дней. Напомню, выдача загранпаспорта нового формата с бесконтактным электронным носителем является одним из требований ЕС к Украине в рамках выполнения плана действий по визовой либерализации. Волонтер Даля Северин создает в Одессе кулинарную сотню. Все желающие могут готовить украинские блюда, которые в оригинальных упаковках будут доставлять в зону АТО. В первую очередь для солдат собирают борщевой набор – заправки мяса, овощей и сала. Волонтеры приглашают всех желающих принять участие в акции по возможности помочь продуктам. Одесские милиционеры выявили на улицах города более двух десятков женщин, которые предоставляли услуги интимного характера. Почти все они уже неоднократно привлекались к административной ответственности. Своё занятие оправдывают нехваткой средств на существование. У меня двое детей, надо чем-то кормить. В данный момент очень тяжело, не могу нигде денег заработать. Вышла зарабатывать этим путём. Каким именно? У меня это проститутый. Что побудило заниматься такой вот ситуацией? Почему не работаете? Ну, вот я вам так коротко, чтобы было яснее. Вот я всю жизнь пытаюсь как-то вылезти, да, с этого положения. Вот представьте себе картину. У меня четверо детей. Нету ни родственников, ни родителей, ни знакомых. Разошлась мужем 7 месяцев назад. Вот поэтому сейчас вышла хотя бы элементарно. Мне же не поможет ни государство, ни каждое. В рамках проведения оперативно-профилактической отработки под условным названием «Ночной город» одесские правоохранители провели ряд мероприятий, направленных на выявление и привлечение к ответственности лиц, причастных к занятию проституцией. Было складано административные протоколы и направлено до административной комиссии для принятия решения. Занятие проституция влечёт за собой предупреждение или внушительный штраф. Если же женщину поймают на том же занятии ещё раз в течение года, будет ещё один штраф. Только больше. Нашумевшая ситуация вокруг передислокации ВМС Украины набирает новые обороты. Сегодня около штаба военно-морских сил собрались неравнодушные активисты с заявлениями не допустить таких изменений. По их словам, может возникнуть серьёзный риск полной потери контроля над главными морскими воротами Украины. Анна Грынев далее. Мы лично, и добровольческие батальоны, и общественные организации, самообороны Украины, мы не допустим того, чтобы в Одессе раскачалась эта ситуация. Вплоть до того, что мы заблокируем, я заявляю это открыто, пану Порошенко, главнокомандующему министерства обороны, что мы заблокируем здесь ВМС, мы заблокируем корабли, мы не дадим выход ВМС. С такого громкого заявления начался небольшой митинг под зданием штаба военно-морских сил Украины. Связаны такие сборы с недавним сообщением о передислокации украинских ВМС из Одессы в Николаев. Мы не хотели делать каких-либо здесь провокаций. Мы пришли лишь только с одним вопросом, кто дал это распоряжение. Дальнейшие наши действия будут соответственно от того, какой мы получим ответ. Накануне в ряде СМИ появилась информация, что якобы с 3 января 2015 года в командование ВМС Украины поступила директива о реструктуризации и оптимизации ВМС Украины. Документ подписан президентом, министром обороны и начальником Генштаба. Но вот в Одессе данную директиву еще не видели. Заместитель командующего ВМС Украины по работе с личным составом Андрей Урсул говорит, что эту информацию сам узнал из интернета. Официальной документации никто не предоставлял. Хотя и не отрицает, если приказ все-таки дойдет, военно-морские силы будут подчиняться. Все-таки вооруженные силы – это не пионерский важный. И поэтому существует система подчинения, существует система отдачи и выполнения приказаний. Официальных документов, вот насколько мне известно, по состоянию на сейчас, о переводе командования ВМС Украины в другой пункт дислокации не поступало. С другой стороны, мы же все-таки военная организация. Если такое решение будет принято, оно будет перемещено. Под конец митинга активисты пообещали внимательно следить за развитием данной ситуации и во что бы то ни стало остановить вынужденный переезд военно-морских сил Украины. Анна Грынев, Валентин Мирза, 7 канал. На этом пока все. Больше информации в 16.00. Оставайтесь с нами.